Всем недавно я отправился в прошлое, за тем, чтобы посмотреть за тем, как зарождалась вся жизнь на всем нашем мире и даже больше в других планетах. Поэтому сегодня мы с вами, ребята, будем наблюдать за самой огромной эволюцией в игрушке под названием Homo Evolution. С вами, как обычно, кристаллы, мы начинаем. Ну и первое, что у нас будет, это нужно потрогать яйка. Мы трогаем яйка, и из него появляется вот такое вот прекрасное существо. Это была ящерка, а сейчас у нас будет динозаврик. Пока что это все, конечно, мило, но нас это не особо интересует. Вот они страусы появились, меня интересует, что будет в следующей эре. Если, ребята, вас интересует также, что будет происходить дальше, поэтому поддержите лайком, более тысячи наберется, я покажу вам все-все-все-все виды эволюций данной игрушки. Поэтому поддержите лайком, это очень важно, я тогда буду знать, что вам все нравится, и мы можем продолжать. Более тысячи лайков самое главное набрать. Так, ну, в общем-то, у нас здесь пока что страусы будут появляться, хотя, стоп, у меня уже два страуса есть, да, с вами заговорился немножко, и, в общем-то, появилась белка. Белка, это у нас следующая эволюция, получается, после страуса. Как-то странно это, ну, ладно. Но нам самое главное, чтобы мы с вами пришли к самому финальному варианту, поэтому давайте скомбинируем двух белок и узнаем, что уже дальше. Идет Индри, а получается у нас не этот, как его, Лемур прямо, или как он-то назывался из Мадагаскара, да, по-моему, это он. Так, крутанем сундучок, и что мы с вами получим? Десять гемов, ну, тоже довольно-таки приятный бонус, на самом деле, он нам в будущем пригодится, как показывает практика. Так, от времени мне нужно добиться нескольких страусов. Так, а после белочек у нас идет это что? Это снова Индрида, и после этого идет у нас обезьяна. Но обезьяна нам неинтересно, нам интересно, что будет потом. А вот и прибыло две обезьяны, и мы их вместе комбинируем. У нас первый человек открылся! О, да, вот этого я и ждал. Наконец-то у нас эра людей началась, но это еще мелочи. А сейчас только такие будут люди, но мы-то пойдем с вами дальше, мы хотим узнать, что же, во что же люди по итогу выльются. Поэтому сейчас мы с вами будем узнавать это. Так, и новое пополнение у нас готово. Что будет, если соединить мужика с мужиком? Хм, ну давайте узнаем. Так, и появляется искушенный у нас. Ага, это у нас первая мадам. И у нас появилась карта также с планетами. Можно запустить мы первую ракету. Давайте ее запустим, и с этого мы получим наверняка неплохую сумму. Так, и новые ребята к нам уже подоспели. Давайте-ка, хопа, собираем вместе, хопа, собираем вместе. И теперь получается, кто же у нас будет в следующем? Покажите мне, я хочу узнать, это дикор! Получается, неплохо, такой суровый парень. Так, это мне не надо, что это такое? Так, ооо, здесь какая-то рулеточка есть? Давайте крутанем. Так, мужик, мужик и мужик. Отлично, то есть я получил халявного мужика. Так, ну слушайте, я сейчас все это наскрою. Глядишь, что-нибудь год, наверное, выпадывает, а? Ну, в общем-то, неплохо. Здесь баблишко себе поднял. И причем, что у меня еще и новые существа появились. Так, здесь, правда, провал, 180 тысяч. Так, и мне отсюда надо выйти. Так, как мне отсюда выйти? Где кнопка вы... А, вот, все увидел, господи, она такая сливающаяся. Так, здесь готово, здесь готово. Плюс дикарь. И у нас пастух идет в следующем. Не трогай овечку! Ты че, офигел что ли? Слышь ты, я хочу эволюционировать, чтобы эта овечка хотя просто в покое осталась. Так, и здесь у нас еще пополнение. Надо их всех собрать. Тут обезьяны и всякие индрии. И еще один человек готов, который улетел сюда. Значит, можно его вместе собрать. И посмотреть, кого можем с вами еще купить. А еще можем вон сколько всех купить. Так, нас обезьяны интересуют. Поэтому давайте закупимся. Блин, уже опять комнату завалило. Че так вас много-то, а? Че вас так огромными толпами прет сюда? Так, нужно быстро это все скомбинировать. И освободить место для следующих поступлений, конечно. Нас интересует, что же будет дальше. Поэтому делаем еще одного индрии. И давайте-ка закупимся обезьянами. Насколько я вообще могу их закупить. Но, в принципе, уже неплохо закупил. Сейчас куча людей туда сразу улетит. И надо бы перейти уже побыстрее в следующую эру. Я все же хочу как можно шустрее, чтобы мы с вами узнали, что же будет дальше. И что же там будет такого интересного. Так, хопа, хопа, хопа. Так, кто там накомбинировался? Я даже не особо успел понять, кто там вообще вместе собрался. Так, это готов. Все, овечка. Спасли овечку. Овечку теперь горожанин. Он с денежками. Я, в принципе, могу представить себе, что случилось с овечкой. Тогда, если это следующая эволюция после той овечки. Овечка превратилась как раз таки в эти самые денежки. Ах ты, блин. Я знаю его коварные планы. Так, поэтому мы с вами закупились целой кучей людей. Это, конечно, очень странно выглядит, что люди поставляются в коробках. Но, как бы, в любом случае, нам-то интересно построить финальный вариант. Что же из этого получится? Так, хопа, готовый. Так, кто там еще? Так, вас, вас, вас собрали. И следующее у нас идет вельможа. А после вельможи, так кто у нас будет? Следующая эра, что самое главное. Я хочу узнать, кто будет в следующей эре. Так, пришло время соединить двух вельмож и узнать, что уж будет-то после этого. Так что, давай-ка, бам. Оооо, вот это уже интересно. Смотрите, какие у нас развилочки идут. Хлеб, забота и зрелище. Хм, я даже не знаю, что лучше. Но давайте зрелище. Мы любим зрелище, поэтому давайте пойдем в зрелище. У нас мечтательный поэт дальше идет. В конце вообще что-то непонятное. Так, и новая эра у нас. Ага, зрелище. А новая эра так и называется. Такс. И, в общем-то, теперь нужно будет собирать этого господина. Как можно в большем количестве. Нас, конечно, интересует, что же будет потом. В самом-самом конце, можно сказать. Ну, в общем-то, закончил экспедицию. Значит, что к нам приехал уже новый поэт. Сейчас только соберем этих всех ребят и давайте-ка откроем поэта. Поэт у нас вместе с поэтом получается кто? Кто будет следующий у нас? Давайте-ка мы посмотрим. Хопа! Это у нас упорхнувшая балерина. Получает следующий у нас. Окей, допустим, сколько приносит за клик? По 48 тысяч при x4 множителе. Неплохо, довольно. Но вопрос, кого мы сможем с вами еще докупить. Это можно купить себе еще пастухов немного. Я могу себе купить их сколько штук. Вопрос. Сколько мне хватит? Мне на штук 15. 15 не... О, слушайте, ну походу хватит. Если я докуплю, то можно будет собрать еще пару людей. Так, вельможа готов. Еще одного вельможа сейчас соберем. Хопа! Готов у нас еще один поэт. И дальше вопрос только вот с этими ребятами. Так, нужен нам еще один. Получается резатель барашков этот. Ах, нужно будет еще на него денежку. Хотя, смотрите, у меня есть 5 гемов. В принципе, потрачу, пускай будет. И вместе комбинируем. Дальше появился еще один поэт. Еще одного поэта комбинируем. Получается две балерины. Что будет, если двух балерин совместить? Будет у нас подкачанный олимпийц. С допингом, походу. Ну, с учетом того, что в него шприц воткнут. И, в общем-то, вот такой вот у нас новый товарищ подошел. Ну, слушайте, неплохо так, да? Так, ну, вопрос, что будет следующим. А, удачно выиграл, получается, в лотерейке. Поэтому мы с вами можем сделать, знаете, что? Мы с вами можем закупиться теперь горожанами. Сколько мне... Насколько мне хватит, конечно. Правда, не особо много мне хватит горожан купить. Но, в целом, что бы и нет. Так, сейчас мы покупаем. Два вельможи готовы. Так, еще два вельможи. И еще один вельможа. Так, отлично. Как раз хотя бы два поэта готова. Плюс одна балерина. И дальше остается еще одну балеринку нам с вами сделать. Если мы ее сделаем, то, опять же, сможем дальше перейти. И тем временем у нас подъехали еще два вельможи. Два мечтателя, получается, их поэта. И две балерины. Две балерины равно одному олимпийцу. И после олимпийца у нас идет кто? Ты будешь у нас улыбчивый клоун. Серьезно. Ну, допустим. Ладно. А, вопрос, кто идет в следующую эру? И какая там будет развилка? Мне самое... Вот это мне самое интересное. В общем-то, ко мне уже подъехали все нужные персоны. Так, поэтому мы также отправляем. Два поэта у меня здесь есть. Балеринов собираем. И получается, у нас сейчас будут два этих клоуна. И вместе можем их собрать во что? Это пьяный рокер. У нас идет следующий. А кто будет вообще после пьяного рокера? Вот это уже вопрос интересный. Так, и два рокера у нас также поступило. Что же будет после рокеров? Уже интересная тема. Галлюцинирующий тусовщик? Серьезно? Что ты такое? Окей, допустим. Ладно. После него уже должна будет открыться новая эра. Я ее очень жду. Хочу увидеть, что будет в следующем. Поэтому сейчас мы с вами подготовимся. Перейдем к следующей уже эре. Итак, ко мне подъехали. Получается рокер, клоун, балерина у меня также есть. Значит, можно всех их вместе комбинировать. И открывается следующее у нас телевидение или интернет. Интернет, хам, 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 хам. Мне кажется, что по-любому интернет. Конечно же, это же самое интересное будет. Вдруг там мемасики какие-нибудь появятся, а? И во что можно будет развить вообще чуваков из эры интернета? Уж любопытно. Мне смартфоны, ноутбуки и так далее здесь будут. И это прикольная эра. Мне нравится. Самая любопытная, как по мне. Так, и теперь можем с вами закупиться подкаченными олимпийцами. Правда, стоят они охренеть как дорого. Поэтому пока что этого не прокатит у меня, не получится. Но в целом у нас уже появился геймер первый. Можно дальше, например, крутить эту машину. На ней самая выгодная получается. Так как можно халявно получать персонажей. Также она те фриспины дает эти, получается. Можем бесплатно крутить. И, в общем-то, хватает всякого. Можно халявно получить, например, высокопрокаченного юнита. Или же обратно получить 5 гемов, например, которые мы здесь же потратили. Поэтому получается, что можно так бесконечно практически крутить. Это очень крутая штука. На ней лучше всего получается пока что быстрее всего и лучше всего набивать себе персонажей. Поэтому этим я и занимаюсь в основном в этой вот машине. Она мне более-менее помогает достигать нужных результатов. Вот смотрите, сколько бабла мы получили. 4 биллиона, сразу считайте. Это неплохо. Так в другом месте нигде не заработаешь. Так, и давайте-ка закупимся этими олимпийцами. Правда, я не особо их много смогу купить. 4 штуки, правда, всего. Но у меня здесь уже есть немного подготовленных ребят, которых можно уже собрать вместе. Клоуны, балерины, все эти ребята у меня здесь присутствуют. Что удобно так, потому что можно сделать еще вот так вот. Хопа, хопа, еще готов, еще готов, еще готов. Это у нас еще один галлюцинирующий. Но это пока что не этот, как его, не геймер у нас. Не в мире интернета мы еще с вами. Получается. В общем, ребята, надеюсь, вам понравилась данная игрушка. Если вы поддержите лайком, то я сниму продолжение. Покажу, что будет в следующих эрах. Там очень любопытные эры, как вы заметили. И очень интересно узнать, что же будет дальше. Тем более, что это еще только самое-самое начало. Поэтому давайте более тысячи лайков наберем. Я сниму для вас продолжение. Покажу, что же будет еще дальше. С вами был, в общем-то, Кристалл. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ролики по самым разным играм. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока.